Что ж, здравствуйте всем. Большое спасибо, что пришли на новое мероприятие Научного общества студентов. Это Ликтория Семеновича Харевича Гершстейновна на тему «Кто ты в истории национальной идентичности?» Спасибо большое. Что мне хотелось предварительно сказать. Поскольку тема, связанная с национальной идентичностью, ну вообще сама национальная идентичность это сложнейший феномен, то в рамках одной лекции невозможно даже определить все проблемы, связанные с ее изучением, не говоря уже о претензии на какую-то истину. Поэтому данная лекция скорее попытка просто описать те проблемы, с одной стороны, с которыми сталкиваются исследователи национальной идентичности, а с другой стороны, как мне кажется, попытка заинтересовать, возможно, кого-то здесь присутствующих в изучении этого, на мой взгляд, очень и очень интересного феномена. И приступая к описанию этих проблем, стоящих перед каждым исследователем, который решил заняться изучением феномена национальной идентичности, следует начать с определения терминов, потому что сами определения в этой связи, они не являются строго однозначными. Терминология в любом случае равна методологии, и, наверное, первая часть разговора сегодняшнего, первая часть моей лекции, будет посвящена методологическим проблемам. Начнем с разбора самого понятия национальной идентичности. Термин идентичность был введен в оборот психологом Эриком Эриксоном и первоначально использовался в психологии как понятие, обозначающее осознание человеком себя во времени и пространстве. Затем это понятие перешло в социологию, политологию и историю в качестве маркера соотнесения человеком себя с социальными, политическими и другими институтами общества, а также общностями. Гораздо сложнее истории и смыслы второго компонента в этом определении, а именно прилагательного национальной, которая, как вы понимаете, производная от слова «нация». Изначальный смысл латинского понятия «нацио» – это народ или племя. Во всяком случае, в словарях в переводе с латыни дается так. Уже на этом этапе мы сталкиваемся с проблемой осмысления, так как два понятия, которыми это слово переводится на русский язык, не являются абсолютными синонимами. Хотя, возможно, кому-то это и может показаться. В чем здесь дело? Слово «племя» в русском языке имеет ярко выраженный этнический оттенок с преобладанием кровно-родственной связи. Соплеменники, родственная связь, плен. А вот термин «народ» он такой безусловной этнической привязки все-таки не имеет. Потому что есть не только этническое понятие народа, но и территориальное, то есть народ – это население, проживающее на какой-то территории, либо даже социальная дифференциация – простой народ и аристократия. В средневековый период в европейских языках термин «нация» по смыслу более соответствовал русскому эквиваленту «землячество». То есть нации студентов, профессоров в университетах европейских, они были корпорациями земляков. И только в XVIII веке понятие «нация» стало использоваться для обозначения населения страны или самой страны. Уже в эпоху французских революционных, ну а затем наполеоновских войн этот термин окончательно отрождествляется с странами и населением стран. И постепенно в XIX веке закрепляется именно в таком значении в международном праве – «нация» как население страны или в некоторых случаях как синоним самого государства. Собственно говоря, сейчас английское слово «nation», если говорить о системе международного права, исключительно означает «государство», «нация» и «государство». Вот моя заведующая кафедра, Ольга Олеговна Хохлышева, она постоянно, очень строго следит, чтобы не было иных толкований данного термина, и сильно ругается, когда кто-то пытается это иное толкование предложить. Потому что в международном праве «нация» – это означает «государство». Но, если мы, скажем так, выйдем за рамки международного права, не международного права, «нация» сохранила область на словах момента, то есть «нация» – этнос, этнические составляющие, и «нация» – государство. И современные социологи, философы, когда употребляют этот термин в своих работах, то обычно обязательно оговаривают, в каком смысле этот термин используется. Используется ли он в качестве синонима государства, или используется как синоним этнической общности. Это стало абсолютной нормой. Что касается, это вот в европейских языках, соответственно, в европейском понимании. Если говорить о истории термина «нация» в русском языке, то здесь все, ну, в какой-то степени проще. С другой стороны, несколько запутаннее в конечном итоге. Дело в том, что этот термин использовался исключительно как правовой с 18 века. Но вот из русских документов, вернее, нельзя сказать, что это документ российский, но Россия стала инициатором этого документа международного. Именно в плане «нация» и «государство» слово «нация» использовано в знаменитой Декларации Вооруженного Нейтралитета 1780 года. А в этническом смысле она не использовалась, этот термин не использовался вплоть до революции. И стал использоваться так только в советское время. Дело в том, что в Российской империи не существовало, да и не могло существовать с учетом тогдашней политики и идеологии понятия национальности. Дифференциация была, но дифференциация осуществлялась исключительно на основе религиозного фактора. То есть в документах не было, и в любых документах, когда там какая-то справка о человеке, никогда не возникало там графы, условно говоря, национальность, сословные принадлежности в обязательном порядке и вероисповедания. Ну, естественно, там в некоторых случаях, когда речь шла об иностранцах, там о сословиях забывалось, но вероисповедание всегда стояло в числе тех, скажем так, маркеров, которые были обязательны в Российской империи. Понятия национальности в том понимании, в котором мы трактуем это сейчас, просто-напросто не было. И оно появилось только в советское время. Даже если говорить о малых народах в Российской империи, там не было понятия национальности, говорили просто туземец или инородец. Соответственно, от пришло понимание нации в качестве этнической общности и, ну, здесь мне сложно сказать, потому что я не являюсь филологом, но, возможно, для того, чтобы отличить от понятия государства-нации, в русском языке возникло как раз слово национальности, производное от нации. И оно используется до настоящего времени. Но в результате и в том, и в другом понимании прилагательное остается одно и то же, национальности. Что для производной от слова нация, что производной от слова национальности. И вот это, возможно, в какой-то степени, ну, немножечко путает людей, особенно тех, кто не столь склонен вдаваться в эти тонкости. Скажем так. Хотя, на самом деле, это иногда путает и профессионалов, потому что определить, что имеется в виду нация, национальная как нация или национальная как национальность, в некотором случае даже тяжело даже по контексту. А вне этого контекста по орфографии полностью нельзя определить. Этнические корни понятия нация дополнительно усложняют изучение социальных процессов и феноменов, описываемых этим термином или его производными. Ну, здесь я не хочу вдаваться в дебри этнологии, но, тем не менее, вынужден дать хотя бы элементарную схему этнологических подходов. Два основных взгляда на сущность этноса кроются в примордиалистской и конструктивистской концепциях. Что это такое? Примордиалистский подход основывается на утверждении вне социального, биологического, географического или экологического понимания этнической общности. То есть, сторонники этого подхода считают, что основой любой этнической общности являются либо кровно-родственные связи, либо этнос формируются исключительно в связи с природно-географическими условиями основной территории своего обитания. Некоторые считают, что это экологические условия, включающие в себя не только природно-географические, но и типы хозяйственной деятельности, но опять же предзаданные, естественно, климатическими факторами. То есть, тут просто более широкое понимание. А вот у сторонников конструктивизма совершенно иная точка зрения. Для них этническая общность – это результат социального конструирования. Это конструирование может быть разным. Например, классическая работа Бенедикта Андерсона, она так называется «Воображаемое сообщество», где он описывает, что этническая общность – есть воображаемое сообщество, это конструируемое, прежде всего, интеллектуальная элита. И в качестве примеров он приводит, но самые известные примеры подходящие, которыми постоянно оперируют конструктивисты, это, допустим, формирование единой итальянской или немецкой нации. Для XIX века очень показательные моменты, то есть идея единой Германии, идея единой Италии, они возникали, и, соответственно, единство общности, они возникали раньше, чем это государство, и во многих случаях они возникали в отсутствии некое осознание своего единства с самими жителями многочисленных до объединения германских или итальянских государств. Более того, если вы следите за современной ситуацией, то вы знаете, что, например, в Италии сказать, что этот процесс завершен, формирование единой итальянской идентичности, стопроцентно тоже нельзя, потому что существует Лига Севера, существуют очень серьезные сепаратистские тенденции, которые, в общем-то, не считают сторонники сепаратизма, которые концентрируются, естественно, в первую очередь на севере Италии, они не считают жителей там Неаполя и Сицилии итальянцами, в той степени считают, что это представители каких-то отдельных, как этнических, так и политических групп. Ну, в частности, вот один из таких упреков жителей Ломбардии и Пьемонта, жителям Сицилии, это те же самые неофициальные структуры, которые мы знаем под немножечко романтизированным названием Коза Ностра. Мафия, то есть ничего подобного на севере Италии до, во всяком случае, до создания единого итальянского государства не было, хотя там были другие социальные структуры. Это считается признаком отсталости, архаичности и инаковости, скажем так. Другой представитель также конструктивистского подхода, это Ян Асмам, создавший другой важнейший труд, классический для понимания истории идентичности, это культурная память. Вот у него, во-первых, он выделяет три вида памяти, которые существуют. Это личная память человека, ну, которая, собственно говоря, существует его жизнь и умирает вместе с самим носителем. Это коммуникативная память, под коммуникативной памятью понимается общение с очевидцами событий. Ну, как, вот, молодежь, наверное, уже не помнит, а я еще застал, при том это уже были, скажем так, последние годы, когда по каким-то важнейшим событиям в школу приводили ветеранов. Ну, в первую очередь, это были ветераны Великой Отечественной войны у нас, а вот, я знаю, по рассказам старших, к ним приходили не только ветераны Великой Отечественной, но еще и ветераны гражданской войны, чуть ли не революции, вот, и рассказывали об этих событиях. То есть, это память очевидцев, это коммуникативная память. И, наконец, культурная память по астмам, это та часть памяти, которая зафиксирована на независимых, объективных, скажем так, источниках. Потому что память очевидца, это тоже память достаточно субъективная. Очень интересный момент, что касается различной памяти, паники и прочего во время Великой Отечественной войны, и, как говорили во время войны, бойтесь очевидцев. Что касается переноса слухов, то тут очевидцы иногда действительно верили, что они видели то, чего на самом деле не было. Ну и в качестве отражения этой тенденции, пускай даже в литературном, сказочном произведении, можно вспомнить ночь перед Рождеством Гоголя по поводу того, спор, по поводу того, повесился кузнец или утопился. Хотя на самом деле был жив-живе. Вот культурная память, она, по мнению Асмана, и формирует то самое прошлое, которое создает нам историю и является основой для нашей идентичности, притом национальной идентичности в обеих смыслах. В обоих смыслах этого слова, потому что это и национальное в смысле этническое, и национальное в смысле государство. Возникает вопрос, как формируется эта культурная память, и вот здесь ответ Асмана очень прост, она формируется, как правило, под влиянием государственных институтов, которые создают некий канон того, канон схемы нашего прошлого. И все, что является каноном, все должно помниться, все, что соответствует этому канону, все, что этому канону не соответствует, желательно, чтобы должно было забыто. То есть государство решает, что нужно помнить, что нужно забывать. Вот очень любопытный момент в плане важности этой культурно-исторической памяти для судеб государства после Великой Октябрьской социалистической революции и победы большевиков в гражданской войне на некоторое время из школьных программ полностью исчезла такая дисциплина, как история. Восстановление этой дисциплины в школах произошло только в 1934 году. Канон, как должна строиться, по какой схеме должна даваться история, был создан еще позже. В качестве канона, как вы, наверное, знаете, у нас использовалось такое издание, как «Краткий курс истории всесоюзной коммунистической партии большевиков, вышедшей в 1938 году». И, наконец, третий момент, третий этап, что называется, реабилитации истории произошел в 1941 году, когда, ну, по-моему, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, впервые за все время Сталин в своей речи на параде 7 ноября очередная годовщина которого вот на днях буквально отмечалась, заявил, что нам поможет пример наших предков, и он назвал Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Хотя незадолго до этого в более ранних интерпретациях собственно говоря, почему в школе историю одно время не изучали. А что изучать? Это тюрьма народов, темные времена, все это не важно, скажем так. У нас наступает новая коммунистическая эра, где, собственно говоря, деяния эксплуататорских представителей не очень-то и важны. Ну, как вы понимаете, здесь я очень утрирую. Вот. Однако оказалось, что очень важны, потому что во многом апелляция к истории, она послужила очень значимым сплачивающим моментом в первые месяцы Великой Отечественной войны, вплоть до того, что в некоторых источниках, ну, источниках, скажем так, личного происхождения, которые, естественно, в советское время не публиковались. Там ясно проходила нить, что за большевизм, я говорю, за большевизм, за коммунизм воевать я не буду, а вот за землю русскую, что называется, встанем. Ну, собственно говоря, в качестве примера знаменитый фильм 1937, по-моему, года, Александр Невский, что очень интересно, там вот идея «Станем за землю русскую» и прочее, пожалуй, один из первых моментов, который прозвучал, и еще один момент, который я обнаружил, наверное, на десятый для себя просмотр этого фильма, ну, музыку к этому фильму, как вы, наверное, знаете, писал Прокофьев, в теме крестоносцев прослеживается мелодика фашистских марш, хотя это был 1937 год, и в общем-то взаимоотношения Советского Союза и Германии на тот момент были не то, чтобы безоблачными, но куда менее острыми, скажем, чем сейчас взаимоотношения России и Соединенных Штатов Америки, хотя вероятность вооруженного конфликта, надеюсь, все-таки гораздо ниже. Канон культурной памяти определял историю и идентичность. Если говорить, если уж мы перешли именно к советской типологии и этнических общностей, то здесь вне всякого сомнения нам может помочь типология, которую, кстати, вы могли помнить, если учили и сдавали общество знания. Род, племя, народность, нация. Эта типология впервые была выведена в работе «Марксизм и национальный вопрос», а ее создателем является никто иной, как Иосиф Иосиф Иосифович Сталин. И хотя заметьте, сейчас Иосиф Иосиф Иосифович далеко не такой отец вождь народов и так далее, каким он был при своей жизни. Более того, у нас к этой личности многие склонны относиться более чем критично, но в учебниках осталась именно эта типология, именно эта марксистская типология. Почему? Ну, я могу высказать свое мнение, потому что ничего лучшего и простого, ну, во всяком случае, простого для понимания школьника, без каких-то углублений чрезвычайно серьезных, просто-напросто придумать до сих пор никому не удалось. то есть нельзя сказать, нельзя сказать, что я ни в коем случае не согласен с этой типологией, уж тем более не согласен с теми критериями, которые в основу этой типологии положены все-таки, но самое простое и самое, ну, скажем так, логичное из того, что на ней существует. Это типология Сталина. Род, племя, народность, нация. В качестве критериев там выступали, выступал уровень развития хозяйственно-экономических связей. То есть, собственно говоря, род там все просто, племя тоже достаточно просто. Нашли мамонта обмена практически никакого, но речь идет именно об обмене. Здесь уровень развития именно товарно-денежных отношений, народность. Это уже товарно-денежные экономические связи на определенные территории, определенные регионы. Бургунди, Шампань, Нормандия, Бургунди, Нормандия, Шампань или Прованс, собственно говоря. И, наконец, нация, уже хорошо развитые экономические связи. Это индустриальная эпоха. Собственно говоря, и национальное государство, как я уже сказал, идея национального государства, она закрепляется с 19 века. То есть, начало это наполеоновские войны, а затем это уже последующий период. Хотя, выскажу свою точку зрения. На мой взгляд, хотя очень часто говорят, что мы живем в эпоху национальных государств, нет сейчас эпохи национальных государств, эпоха национальных государств кончилась. Дело в том, что последнее государство, на сегодняшний момент, скажем так, которое возникло действительно по национальному признаку, это, пожалуй, Израиль. Который, как вы знаете, был провозглашен Еврейское государство Израиль в 1948 году. После этого, да, вроде бы, в результате распада союзных государств социалистического лагеря Югославии, СССР, Чехословакии, вроде бы, возникли национальные государства, но в реальности возникающие государства, они возникали уж простите за тавтологию, в границах, в административных границах союзных республик соответствующих государств, советских, югославских, Чехии, Словакии, и там четкого деления, скажем так, четкого совпадения границ этнического расселения и административных границ просто-напросто не было и быть не могло, потому что ну а смысл? Ну, впоследствии это породило множество проблем, которые ярче всего, конечно, проявились на территории бывшей союзной республики, союзной федеративной республики Югославия, как вы знаете, там войны межэтнические, межконфессиональные, ну, к большому счету, они до сих пор не прекратились в какой-то степени, а вот ну, Чехия, Словакия, ну, даже там есть определенные конфликты, ну, к счастью, эти конфликты никогда не поднимаются на уровень даже близкий к вооруженным, то есть конфликты решаются, ну, там некоторые конфликты есть в экономической сфере и прочем, ну, решаются, соответственно, с строгой мирными обстоятельствами, а в Советском Союзе то же самое, это и армяно-азербайджанский конфликт самый известный, это конфликт связанный с республиками Южной Осетии и Абхазии, а также Грузии, это конфликт в Приднестровье, Приднестровье-Молдавия, это из этих же самых соображений, собственно говоря, конфликт, который сейчас на востоке Украины и история с Крымом, который, как вы знаете, вообще находился в составе административного, в административном подчинении Украины, а потом в составе Украины 60 лет, с 54-го по 2014-го. Хотя никогда до этого к Украине не относился. Да и на востоке Украины по большому счету эти территории были включены в состав Украинской Советской Социалистической Республики только в советское время. Ранее они никогда туда не входили. Потому что это территория Слободянщины, она считалась как бы переходом, ну, в этническом плане, наверное, она считалась переходом административным, никто ее Украиной не считал по большому счету. Вот. Есть такая замечательная фраза Эрста Гелнера «Нации создаются национализмом, который повторяет, собственно говоря, конструктивистский характер национальных образований, то есть сначала создается идея существования какой-то этнической общности, притом эта идея говорит о том, что эта этническая общность существовала в далеком прошлом, то есть он раскрывает это так. Апелляция к возрождению старых этнических групп это всегда конструирование новых. Под флагом возрождения старых. В настоящее время следует признать, что конструктивистский подход является доминирующим. Примордиалистский вытесняется на уровень исследований региональных идентичностей, а в условиях, когда я просто цитирую, когда либеральные идеологии доминирования глобальности, мультикультурализма и космополитизма, при которых, как предполагается, этнические и национальные границы будут постепенно стираться и вовсе объявляются устоевшим. Последнее предположение, ну, мне, например, представляется достаточно упрощенным. Несмотря на то, что конструктивистский характер, концепции, идентичности, вырабатываемые в ходе, в рамках идеологической деятельности государства, не подлежит сомнению, ну, вот, допустим, здесь очень яркий пример, что касается канона, это история Великой Отечественной войны. История Великой Отечественной войны для нас интересна еще и тем, что она лежит на границе коммуникативной тире культурной памяти. Почему? Подавляющее большинство современных граждан Российской Федерации родилось после войны. Эту войну просто-напросто не пуль. Те, кто остались ветераны, их осталось очень мало, и вот как раз это событие, безусловно, одно из важнейших в Отечественной истории, да и в мировой истории, в общем-то, 20 века, оно как раз готовится пересечь ту грань, за которой общение с очевидцами будет уже невозможным. И именно сейчас разгорается важнейшая борьба за образ Великой Отечественной войны в культурной памяти. Именно поэтому это и попытки отдельных скажем так, политических сил представить в том свете, в котором им больше хочется, это и попытки отдельных стран реабилитировать себя. Вообще политика исторической памяти, вернее историческая политика государства, это тоже очень интересная отдельная тема, ей посвящена пара замечательных работ немецкой исследовательницы Олейны Асма. Это прежде всего Длинная Тень Прошлого и вторая ее работа Новое Недовольство Мемориальной Культурой. Там очень подробно разбирается и разбирается кстати прежде всего на примере самой Германии, потому что для Германии вопрос исторической политики, исторической памяти он очень сложен и болезнен, потому что этому государству приходится выбираться из грязи скажем так памяти Второй мировой войны. Там и противопоставление преступник-жертва и многое другое, то есть во многих случаях сейчас пытаются представить себя скажем так мы не такие плохие и наши предки были не такими уж плохими и так далее. То есть вот этот пересмотр, попытка пересмотра сейчас на грани перехода этого события из коммуникативной памяти человечества в культурную или историческую память. Есть такое но попытки сконструировать национальную идентичность на голом месте в отрыве от всего исторического контекста реального исторического развития они как правило обречены на неудачу. Вот опять же перескочим от истории к современности очень яркий пример этих проблем у нас под боком что называется в таком государстве как Украина. Проблема в чем? Пытаясь построить скажем так все на негативном противопоставлении Украина не Россия идеологи национальной идентичности украинской оказываются в совершенном вакууме потому что если Украина не Россия и не имеет с Россией никаких связей то откуда Украина вообще взялась? нет у них есть условная альтернатива это история литовского владычества но скажем так апелляция к Литве как предку украинской государственности она тоже не имеет под собой оснований более того место занято идею преемственности современной государственности от государственности великого княжества литовского сейчас с переменным успехом разыгрывают два современных государства это Литва и Беларусь более того в Беларуси эта идея куда более хорошо разработана и прочее чем в самой Литве это несмотря на то что вроде как Беларусь наш стратегический партнер стратегический партнер стратегическим партнером но своя история у них есть как противостояние в Москве и всему прочему вот украинцы не могут этим воспользоваться и в результате проявляются совершенно сумасшедшие конструкции про древних укров хотя в общем-то само понятие Украины Украины оно какого происхождения? Польского Польского Польская Украина ну вообще я думаю вы знаете что Великое княжество Литовское сначала составило унию с Польшей а затем преобразовалось в единое государство Речи Посполит и вот тогда действительно те территории которые мы считаем центральной и западной Украиной оказались дальней окраиной польских земель вернее земель Речи Посполит и уже вместе с последующими проблемами как бы перешли пришло это название в результате последующих войн в Россию при том опять же долгое время вплоть до практически падения Российской империи там было два названия этих территорий название польское это Украина Украина а другое название Малороссия как вы наверное знаете и оно использовалось ну вернее как сначала использовались оба потом все-таки постепенно Украина стала вытеснять Малороссию вот особенно к концу 19-го начала 20-го века вот с чем это связано я честно скажу может быть это очень интересный такой момент но я им никогда серьезно занимался поэтому сказать не могу но вот так но смысл то в чем смысл в том что попытались построить идентичность в вакууме создать нацию непонятно где без исторического контекста реального исторического контекста и тут же получается ну на мой взгляд пока получается ерунда конечно посмотрим что дальше будет более того может быть найдутся украинские идеологи которые с точки зрения российской политики наверное будет все равно не очень хорошо но тем не менее более адекватные которые сумеют вывернуть ну либо к той же Литве либо каким-то образом допустим в качестве примера поставить не Мазепу и Петлюру а того же Дорошенко Гетмана правобережной Украины который долго и не безуспешно достаточно долго боролся с Россией вот может быть что-то у них и может получиться в этом контексте в каком-то обосновании но вот пока из того что сейчас ну во всяком случае доступно потому что естественно полной картины полную картину сто процентов себе не представляю прогнозы достаточно печали в том плане что если это продлится еще 10-20 лет то боюсь что произойдет исчезновение этого государства с политической картой Европы при том произойдет не как бы некоторым хотелось полным поглощением допустим страны России в России очень многие хотят чтобы этим все и закончилось наверное какую-то часть в России еще поглотит а вот ну гипотетически исключительно а вот другие части могут оказаться Польша Венгрия Румыния возможно даже и Турция Турция в меньшей степени потому что то на что она претендует уже не украинская российская скажем так но тем не менее вот государство может исчезнуть полностью это нас вынуждает поговорить о критериях национальной идентичности этот вопрос самый сложный и неоднозначный можно перечислить большой набор возможных маркеров этничности ну например и национальной идентичности кровное родство язык обычаи обряды религиозная принадлежность территория совместного проживания гражданство самоидентификация но ни один из этих критериев не будет универсальным мы можем просто сейчас рассмотреть хотя время поджимает да уже я понимаю вот немножко поджимает ну просто пробегусь кровное родство далеко не всегда является маркером национальной идентичности более того очень сложно зачастую определить особенно в так называемых смешанных семьях человека далеко не всегда принимают в семью и считают чижаком несмотря ни на какие бы то есть и из-за того что кровно-родственные связи исторически сложно прослетить глубже нескольких поколений то такие общности будут маленькими это хорошо в племенах а в современных государствах это очень тяжело сделать если нет иных оснований естественно кроме кровного родства что еще язык ну я уже об этом не раз говорил что есть два государства говорящие на одном языке но тем не менее считающие себя в общем-то последовательными противниками достаточно взять сербию и хорватию хотя язык у них один одни называют его сербо-хорватским другие хорватцы при том что это один язык не оспаривается более того на этом же языке и говорят частичные и безняки и черногорцы то есть это не является критерием с другой стороны можно взять Швейцарию где есть кантоны немецкоговорящие есть италоговорящие собственно говоря от этого швейцарцы себя чужими не ощущают нигде далее обычаи ну обычаи обряды ну вот такой пример правда на племенном уровне пускай но из достаточно современной практики изучения российскими этнологами африканских племен на большой территории племена они считают себя двумя разными племенами племенами несмотря на то что обычаи обряды язык все одно и то же разница только в одном в одном элементе обряда инициации обряд инициации это когда ребенок принимается в полноправные члены племени становится полноправленным воином вот один единственный элемент инициации в одном единственном элементе инициации разница и это уже считается два разных племени они так себя считают вот религиозная принадлежность ну тут как говорится позитивных примеров что это является маркером этничности более чем достаточно хотя здесь можно сказать что позитивные несколько в кавычках потому что вот те же самые боснийцы хорваты и сербы во многом у них граница проходит граница межэтнического размежевания во многом проходит именно по линии конфессиональной принадлежности большая часть обычаев и прочего ну мы уже говорили что и язык в общем-то один и тот же но вот есть очень серьезная конфессиональная разница с другой стороны мы можем посмотреть на Германию где есть и католики и лютеране и кальвинисты и собственно говоря немцам это сейчас уже не мешает особенно после того как они выучили уроки 30-летней войны когда я напомню в отдельных областях Германии было уничтожено до 5-6 населения как раз по религиозному признаку ну не только по религиозному но в том числе и по религиозному 30-летняя война в Европе это пожалуй последний из классических религиозных войн ну опять же в Европе потому что если брать тот же самый Ближний Восток то там это продолжается до настоящего времени далее территория совместного проживания тоже далеко не всегда объединяет людей иногда люди живут вместе столетиями и внезапно вспоминают что они разного этнического происхождения ну и после этого начинается резня классический пример это Нагорный Карабах вот гражданство сейчас мы очень часто слышим о гражданской нации о том что это самый совершенный самый правильный подход гражданская нация здесь все очень просто каков критерий не этничности а именно национальной принадлежности тот самый критерий о котором писал еще Маяковский да я достаю из широких штанин дубликат бесценного груза смотрите и слушайте я гражданин Советского Союза то есть вот паспорт какого государства у вас есть к этой нации вы принадлежите паспорт как маркер национальной принадлежности ну здесь явно уже не в плане этническом а в плане нации государства но у многих жителей Донецка и Луганска по прежнему украинский паспорт но жители Львова и Тернополя не хотят видеть в этих людях своих сограждан притом здесь речь во многом идет именно вот о непризнании их частью единой нации а не о каких-то там социальных противоречиях там классовых или каких-то еще самоидентификация казалось бы ну что может быть безусловней самой оценки человека что я считаю себя таковым ну как здесь опровергнуть это можно одним старым советским анекдотом о том что Рабинович спасайтесь там еврейский погром по паспорту я русский бьют не по паспорту а по лицу смотрите в зеркало нет просто бьют не по паспорту а по лицу то есть здесь в полной мере работает теория стигматизации когда общность не принимает человека или даже группу считая их чем-то инородным несмотря на то что они кричат мы свои они говорят нет вы не свои например достаточно посмотреть после какого-нибудь очередного патриотического выступления Рамзана Кадырова где он говорит о том что патриотизм России все такое он говорит достаточно часто и тут же в сети громадное количество людей начинают его высмеивать из разряда посмотрите какой патриот русский нашелся или вот последний пример на эту тему простейший вот сейчас играет молодежная сборная России по хоккею серию матчей со сборной молодежных канадских либ вот что самое интересное у троих у данной тройки российских нападающих армянские фамилии и опять же в контакте обсуждений постоянно посмотрите какая русская в кавычках сборная хотя казалось бы какая разница наши выиграли ребята забили молодцы соответственно такой промежуточный итог что такое национальная идентичность это структурный элемент индивидуального и массового политического сознания формирующего единство человека института социально-политической организации общества в котором он живет ну основным для меня в моих исследованиях основным критерием выделения типологизации различных типов подобного взаимодействия типологизации национальных идентичностей является способ добровольного ролевого взаимодействия общества и социального института в первую очередь государства его политической организации я выделяю обычно три модели национальной идентичности традиционалистскую теологическую и гражданскую традиционалистская модель плод исторического развития разнообразных обществ и народов в основании ее обычно лежат общие критерии политической культуры и скажем так образом на которой ориентируется это взаимодействие является семья то есть государство как единая семья единый народ ну достаточно вспомнить эту модель взаимоотношений император подданный в древнем китай исходя из философии конфуция она так или иначе повторяется во множестве звучит и в средневековье даже в новое новейшее время национальное государство с относительно единой этнической основой стремится отождествить свои политические границы с этнокультурными и семья является основным символом подобного государства совершенно иной вид наций гражданских это полиэтничные нации возникшие в 20 веке ну в первую очередь это опять же СССР Чехословакия и Югославия там уже образ семьи получается сложнее потому что разница этнокультурная зачастую достаточно велика но здесь приходит на помощь образ семьи народов вот в частности Советский Союз и учебник по которому я сам учился в младшей школе 80-е годы была такая сказка у нас в учебниках под названием Дружба народов смысл этой сказки был следующий умирает глава большой семьи у которого очень много детей и он собирает всех детей рядом с собой говорит живите дружно принесите веник он приносит ему веник представляете старые веники вязаные сломайте веник сломать целый веник очень и очень сложно хорошо развяжите и переломайте по прутину но это не представляет особого труда вот пока вы будете вместе вас никто не сломит а разбежитесь вас по прутику переломают что называется то есть опять же образ семьи но тут достаточно опять же если мы вспоминали Иосифа Иосифа Сталина вспомним другое его обращение 41-го года пожалуй еще более известное знаменитое обращение 3-го июля 1941-го года как он начал свое обращение братья и сестры опять же модель семьи но здесь возникают уже множество моментов и появляются в этой конструкции некие уязвимые детали которыми в условиях гибридной войны можно всегда воспользоваться недаром из тех трех государств которые я сейчас упомянул а именно СССР Чехословакия Югославия в настоящий момент не существует уже ни одного вот тем не менее на современном этапе из числа мировых лидеров на базе традиционалистской модели строят свое политическое единство в таких странах как Россия и Китай политика в правовом контексте данная модель характеризуется безусловным приоритетом неписанного закона по сравнению с официальным правом то есть в случае противоречия скажем так обычных норм того что кажется всем правильным и справедливым и официальных норм официальные нормы тихо спокойно игнорируются так называемый неписанный закон он обычное право рудимент обычного права он в таких случаях оказывается зачастую более эффективен есть специальная монография про неписанный закон Виктора Васильевича Бочурова Петербургского учета теологическая модель национальной идентичности в своем современном виде сложилась на базе мировых религий этническая идентификация в этих условиях подавляется религиозными и теологическими способами объяснения мира для государства построенного на религиозной парадигме этническое и временное происхождение не имеет никакого значения но достаточно вспомнить послание Колоссянам нет во Христе ни Эльвина ни Юдии только приняв господствующую веру человек становится своим в таком государстве имеет право жить и рассчитывать на защиту и поддержку иноверец не может считать себя таким же как все в том государстве где Всевышний полностью определяет земные порядки источая власть и повелевая людьми но наибольшее распространение эта модель конечно получила в средневековье тут и христианское понимание государства Аврелия Августина и концепция бога царя в буддизме в исламе также что такое государство это механизм осуществления заветов пророка во всяком случае именно так объясняет смысл государства создатель пожалуй наиболее эффективной модели теологической идентичности в современном мире наиболее совершенная модель эффективная это конечно же исламская республика Иран а создатель этой модели как вы догадываетесь это Аллах имени и надо сказать что именно большинство государств в рамках этой модели они существуют из современных они существуют как раз на базе ислама но если не считать такого специфического государственного образования как Ватикан или так же весьма специфического в этом плане еврейского государства Израиль где с одной стороны это можно считать и теологической моделью с другой стороны это можно считать и моделью традиционалистской с учетом того что иудаизм является так называемой национальной государственной религией которая очень четко ограничивает свои разграничивает и различает своих чужих то есть чужому туда войти практически невозможно во многом это определяется особенностями экономической жизни ну допустим той же самой Удовской Аравии где развитие государства понимается не как определенная совокупность макро и микро экономических показателей а как нерушимый хозяйственный уклад третья модель это гражданская национальная государственная национальной идентичности она исторически самая молодая и самая амбициозная появилась она в новое время на базе бурного развития в том числе первую очередь социально-экономического и вот здесь как раз упор делается на гражданскую нацию государство выступает в роли арбитра и все связи которые есть у человека с государством это связи в первую очередь юридического характера то есть это вот как раз та самая гражданская нация о которой говорят национальность определяется по обложке паспорта условно говоря важно что в настоящее время эта модель национальной идентичности является пожалуй наиболее агрессивно распространяемой и в результате возникает момент такой мимикрии когда государство ну в первую очередь речь идет о традиционалистских государствах они перенимают атрибутику гражданской нации по сути своей оставаясь традиционалистским но атрибутика гражданской нации то есть разработанная правовая система действующая вроде бы как она должна действовать в рамках гражданской нации правовая связь и все прочее вот вся эта атрибутика она присутствует провозглашается но зачастую не работает вот если говорить о механизмах построения в рамках каждой модели то во всех моделях внутренняя структура национальной идентичности имеет схожее строение в основе лежит концепция национальной идентичности сформированная в ходе научного и общественного дискурса одобряемая элитами и большей частью общества модель существования конкретного государства в его историческом пространстве эта концепция представляет собой систему символов и маркеров вокруг которых строится историческое сознание людей идентифицирующих себя соответствующим государством она включает в себя три составляющих прошлое настоящее и будущее при этом картина прошлого в обязательном порядке объясняет и оправдывает настоящее а будущее представляет собой экстраполяцию тех тенденций в экономической политической социальной и духовных сферах жизни государства которые в рамках этого дискурса оцениваются как положительные концепция идентичности ставит перед государством цель то есть смысл существования государства в его нынешнем виде и здесь опять же в качестве примера вот такой цели в исторической ретроспективе для российского государства для русского государства с конца 15 века и до второй половины 19 века русское государство московское государство русское государство было единственным суверенным скажем так государством хотя естественно что в 15-16 веке еще не было понятия суверенитета но тем не менее независимым государством где исповедовалась на официальном уровне православная вера в результате 16 век концепция Москва Третий Рим где цель где четко сформулирована цель единого государства защита веры истины собственно говоря за это боролись условно говоря кто если не мы других вариантов нет отсюда кстати я подозреваю и такое серьезное отношение к вопросам вероисповедания вплоть до упадения Российской империи потому что вот эта цель в 19 веке когда в результате секуляризации общественного сознания стало ясно что эта идея уже не столь работает была попытка осовременить эту модель и появилась знаменитая Уваровская триада православие самодержавие народность но попытка не удалась во многом потому что цель которая казалась значимой в 15 16 17 веке когда собственно говоря именно приверженность православию во многом помогла отстоять самостоятельность русского государства в первую очередь в период смуты она сыграла важнейшую роль в 19 веке но никто уже не посягал и как-то оно смотрелось непонятно не то что непонятно не безусловно не для всех затем в течение 70 лет мы строили светлое коммунистическое будущее всего человечества в одной отдельной в этой стране ну пока все совпадало пока мы это строили строили наконец не построили наверное вот пока казалось что строим успешно все было хорошо и через менее чем через 16 лет после завершения самой страшной войны когда пол страны в руинах советский человек в космосе но именно 61 год он сыграл немножко роковую роль в каком плане именно в 61 году была принята программа построения программа коммунистической партии советского союза где говорилось о необходимости построения коммунизма в ссср за 20 лет это была глубочайшая идеологическая ошибка почему нельзя обозначать сроки построения цели цель это как линия горизонта вот цель она находится на горизонте и имеет свойство горизонта то есть удаление по мере приближения естественно что в таких условиях когда все на горизонте просуществовать невозможно поэтому помимо цели для достижения этой цели общество и государство решают задачи разрешают конкретные проблемы и вот эти проблемы они не являются горизонтными они располагаются на пути к горизонту и так получается что одно решил там впереди другая второе другое решил там третье но поскольку они реальны они реально разрешимые они не являются какими-то философскими глобальными и прочим то все хорошо мы на пути к цели мы уже все ближе и ближе вот только осталось сделать это и это а потом знаете а теперь еще это и это но поскольку люди поколение людей меняется это не утомляет до тех пор пока цель на горизонте и она значим вот когда цель не на горизонте а где-то вот уже близко дошли а где цель ну основные проблемы в идеологическом и ментальном плане у советского государства ну как вернее не то что основные проблемы они выстреливают в первую очередь скопом все эти проблемы они копились долго все скопом выстреливают именно в 80-е годы то есть когда 81-й год прошел а коммунизм не наступил чему это привело все знают но вот построение правильно цели и задач оно помогает построить национальную идентичность и государственную идентичность коль скоро мы говорим именно о государстве почему такое влияние именно государству а потому что на самом деле если брать политическую антропологию то выделяют на сегодняшний день три основных формы политической организации общества и государства только одно из них хотя на сегодняшний день самое доминирующее во-первых это племенная организация племя особенность племени заключается в том что она она власть построена на личном авторитете вождя при этом большая часть членов племени но имеется ввиду воинов в первую очередь она равна между собой но есть вождь который выделяется какими-то своими качествами и вот эта организация власти в обществе называется племенной но как правило она свойственна небольшим общностям потому что иначе возникает проблема потому что в таком случае вождь должен иметь личный авторитет для всех членов племени а это возможно только в том случае если все его знают хотя современные средства коммуникации наверное раздвигают эти возможности но так или иначе вторая скорее переходная структура это вождество это организация власти где имеется внутренняя социальная иерархия имеется выделенная аристократия но при этом отсутствует специальный аппарат государственной власти ну допустим полисный тип государства в рамках политической антропологии государством не называют говорят что полис это не государство это без государственная форма организации власти отдельная полисная и она в этом плане естественно ближе именно к описанию вождества ну и наконец государство это специальный аппарат власти проще говоря чиновники бюрократия и все что с этим связано поэтому именно поэтому я большую часть времени говорил не о государстве а именно о формах организации социально-политической организации общества хотя еще раз повторюсь на сегодняшний день государства является самой широко распространенной самой доминирующей формой этой самой социально-политической организации и пытаясь возвратиться именно пытаясь замкнуть круг и возвратиться к двойственному пониманию нации этническому государственному что можно сказать здесь я могу только предположить и выдвинуть определенную гипотезу что этничности государственности это два основных социальных института функциями которых является адаптация и развитие общества на макро уровне при изменении природных социальных условий существования человечества государство как институт более универсальное и в настоящее время является господствующей как я уже говорил формой социальной организации она выполняет больше функций для человека для воспроизведения не человека как биологического вида а человечества как общности и человек в первую очередь ориентируется на нее в результате возникает гражданская нация но в условиях когда институт государства не справляется со своими функциями а это бывает в определенных случаях возлагаемые на этим на государство общество в последнем формируется и усиливается этническая идентичность как альтернатива и оппозиция государства то есть этническая идентичность выходит на политический уровень и возникает и возникает политическая оппозиция этничности и государства двух институтов политической организации общества можно сказать так но это всего лишь депутеза которую естественно необходимо проверить в исторической ретроспективе и на современном материале исследуют динамику развития национальных идентичностей в современном мире ну на этом спасибо за внимание жду вопросов меня интересует одна такая ситуация вот допустим да между сербами и хорватами существует разница религиозная между сербами и черногорцами не существует разницы никакой вообще интересно почему черногорцы так пытаются откреститься от сербов что в них такого особо ну религиозной разницы нет есть историческое разобщение дело в том что сербы как мы знаем после сражения на Косовом поле попали под власть Турции черную гору туркам взять так и не удалось черногорцы всегда отстаивали свою независимость они не терпели поражений то есть для них вот эта историческая идентичность что мы никогда не терпели поражения в реальности естественно поражения были но полностью установить контроль над весьма незначительной надо сказать территорией черной горы у Турк никогда не получалось возможно по принципу неуловимого Джо уж извините вспоминаю еще один анекдот знаете этот принцип почему же он никто не может поймать потому что он к черту никому не нужен совершенно верно потому что он никому не нужен это очень небольшая территория но это уже некая самость те терпели поражение проигрывали пускай героически но мы то ого еще вопросы владимир шеф когда-то доводилось писать немножко национальную тематику даже национальные идеи привелось как-то опубликовать свою версию но у меня вещи чисто публицистические хотя я отошел от этого но хочется уж точки подбить вот первый вопрос чисто справочный вспоминаю анкету Ленина там он писал православный великоросс а вы говорили что не было такого деления православного можно было написать что это значит возможно следовало можно было написать православный потому что если вот вы знаете в тех документах которые я просматривал вероисповедание указывалось естественно всегда вот принадлежность к великороссам малороссам она указывалась по возможности если указывалось то есть это не было обязательно как дополнительное могло быть могло не быть второй вопрос он обусловленный безграмотность исторической но на ваших словах тоже это самое определянно и скажешь что канон исторический создает государство которое формирует смысл но это даже не якова говорил это я нас я только вас слышу вот и в связи с этим вопрос такой а в чем спорт идет по единому историческому чем сам бог велел государство сказать вот ребят канон берите изучать а вот в том то и дело что в России после того как распался советский канон появилось множество альтернативных версий и единого канона до сих пор не создано то что издавалось не доводилось видеть как единый учебник но не государственный общественный сделали на общественных начал потому что государство от этого в конечном счете открестилось потому что работа зашла туда ну прям скажем учебник составлен безграмотно когда один из параграф учебника допустим называется украинский национализм как медицинский диагноз то диагноз в пору ставит не только и даже не столько националистам но и составителям самого учебника акминисты это дурная болезнь что была фраза акминисты это дурная болезнь ну вот собственно говоря смысл в том что единая концепция не создана до сих пор ну то есть государство за ним последнее слово да за ним последнее слово потому что именно государство и здесь я полностью согласен с Асманом решает что помнить что забывать и подчеркну особую остроту это приобретает вот как раз почему я заговорил о войне на грани превращения коммуникативной памяти в культурную потому что сделать это на близком расстоянии сложно делать это изменять историю древних веков тоже сложно потому что чтобы ее изменить нужны какие-то новые источники или какие-то радикальные методы которые бы позволили по-новому взглянуть на уже имеющиеся источники но это действительно должны быть радикально новые научные методы потому что особой политической ценности для современных политиков допустим перипетии противостояния Мономаховича и Ольговича они не имеют политической особой ценности источники они либо известны либо находить какие-то новые источники какие-то спрятанные неизвестные летописи что маловероятно ну конечно всегда существует возможность возникновения подделок фальсификации исторических источников но вот я всегда говорю для каждого кто считает себя историком и прочим один из важнейших элементов в истории как науки это источниковедение и специалист источниковед он фальсификат всегда выведет на чистую то есть можно дурить голову фальсификатом людям которые не знают что такое исторический источник как с ним работать но специалист он всегда увидит определенные несоответствия потому что можно же и результаты физических и химических опытов как-то фальсифицировать и сколько раз такое было что фальсифицируют кандидатские докторские степени а потом оказывается что фальсификация фальсификация